Здравствуйте! В эфире программа «7 минут» и в гостях у меня сегодня Сергей Грязнов, заведующий отделением сосудистой хирургии областного клинического кардиологического диспансера, кандидат медицинских наук. Сергей Викторович, здравствуйте! Вот первый вопрос у меня такой, что в 2014 году было отмечено 40-летие службы сосудистой хирургии, которая была выделена в отдельную область. Чем вот это было обусловлено? Действительно, в этом году мы отметили 40-летие нашей службы. Ну, так скажем, мероприятие было задумано просто как небольшой праздник, но праздник в первую очередь для тех, кто отработал в отделении, и посвятил всю свою жизнь сосудистой хирургии. Мы задумали пригласить на этот праздник и старых наших докторов, которые уже не работали, и старых медицинских сестер. В принципе, нам это удалось. Также я хочу поблагодарить и правительство области, и Рязанскую областную думу, и Рязанскую городскую думу в том, что они откликнулись на наш праздник, на наше приглашение. Многие доктора, многие медсестры, даже младший медицинский персонал были отмечены грамотами, памятными подарками и знаками губернатора Рязанской области, грамотами Рязанской областной думы и грамотами Рязанской городской думы. Так что действительно праздник состоялся. Служба сосудистой хирургии была организована по приказу еще Министерства здравоохранения РСФСР от 1974 года. Была выделена в отдельную отрасль, и мы отметили этот праздник, и сразу же мы все довольны, я и все мои сотрудники в целом. А за все эти годы служба сосудистой хирургии превратилась в полновесную структуру. Вот расскажите, пожалуйста, какие направления существуют? В настоящий момент сосудистая хирургия – это такая многокомпонентная система. Она включает непосредственно и само отделение сосудистой хирургии, которое, я хочу напомнить, является единственным в области. То есть мы обслуживаем как население районов области, так и города Рязани. Обеспечиваем и выполняем все плановые мероприятия, все плановые операции, так и экстренную, вся служба, естественно, на нас. Это отделение сосудистой хирургии. Это смежное с нами отделение регендиагностическое, когда всем больным сосудистой патологии выполняют сложные диагностические манипуляции. Это служба медицины катастроф, которая тоже принимает участие в нашей сосудистой хирургии, выезжая на все экстренные случаи по всей области. То есть на настоящий момент это многокомпонентная система, которая включает много подразделений, много вспомогательных подразделений. Само отделение сосудистой хирургии рассчитано на 60 коек. В отделении сосудистой хирургии есть кабинет ультразвуковой диагностики, где выполняется тоже много всяких многочисленных исследований. То есть каждая служба выполняет какую-то определенную функцию, но все вместе мы являемся вот этой службой сосудистой хирургии. Что называется, мы живем в 21 веке, да? И вот плановые экстренные операции, какие-то новые технологии, эффективность вот этих технологий. Так, технологий существует в настоящее время очень много. Это, прежде всего, те вмешательства, которые выполняются с использованием высоких технологичной помощи. Эти манипуляции мы выполняем совместно с регендиагностическим отделением, которое называется у нас отделение регенхирургических методов диагностики и лечения. То есть сотрудники этого отделения выполняют сложные инвазивные манипуляции, направленные на диагностику поражений сосудистых бассейнов, либо нижних конеч, либо верхних конеч, либо тех артерий, которые питают главный мозг. И непосредственно операции, которые выполняют совместно, нами и этими докторами, они относятся к разряду высокотехнологичных, и этих манипуляций с каждым годом становится все больше и больше. Среди них можно выделить это операции при анализме аворты, когда у человека существует, так скажем, в кавычках бомба, которая может разорваться, и когда уже никто ему не поможет. Вот эти манипуляции мы выполняем совместно. Не всегда, конечно, получается. Есть какие-то показания, противопоказания. Ну, как во всех, так скажем, заболеваниях. Часть операций мы выполняем сами таких. За последние годы удалось спасти достаточное количество пациентов с разрывами анализма и брюшной аворты. Выполняем операции при шемической болезни мозга, когда либо проводим стентирование сосудов, питающих головной мозг, либо открытой эндоктеректомии сонных артерий. То есть объемы операций, которые мы выполняем, они все современные, они все соответствуют всем мировым стандартам. Мы работаем строго по стандартам. Все наши сотрудники ежегодно посещают все современные конференции посреди сосудистой хирургии. То есть мы владеем информацией, слава богу, владеем кое-какими материалами, аппаратами, чтобы делать все современные, все современные виды помощи. А вот как много операций проводится ежедневно? Ежедневно проводится у нас до 10 операций. До 10. Все зависит от количества больных, от объема обследований. Естественно, что можно сделать, так скажем, 8-10 простых операций в день. Можно сделать одну операцию, начать ее в 8 утра, закончить 5 вечера. То есть тут как бы такой строга градоцене, сколько мы делаем их в день. Я могу сказать, что ежегодно мы выполняем примерно 1200 операций. То есть это внушительная сумма и цифра. И мы не стремимся, так скажем, перейти в период планеты всей, выполняя какое-то большее количество операций. Просто мы обеспечим потребность населению области. И тем самым у нас такое количество операций выполняется ежегодно. Среди этого количества операций есть операции провинозной патологии, провикозной болезни. Это очень актуальная проблема. И в настоящий момент все операции провикозной болезни относятся к категории косметических. То есть мало того, что нужно убрать вены, а нужно сделать так, чтобы у пациента не было видно разрезов, проколов и всего остального. То есть как бы с точки зрения сосудистой хирургии операция носит рутинный и простой характер, но с каждой операцией нужно относиться с таким, так скажем, настроением, чувством, чтобы все у пациента потом удовлетворяло и косметических проблем больше не было. Но среди больших операций, это все шунтирующие операции на артериях конечностей, это отобедренное шунтирование, еще раз это резекция анализм брюшного отдела ОРД, который относится к категории высокотехнологичных и высокотравматичных видов оперативного вмешательства. Это шунтирование артерии конечностей, брюшно-подколенное шунтирование, протезирование, пластики. То есть объем операций, выполняемых ежегодно, складывается именно вот из этих двух категорий. Это пациенты с венозной патологией, с артериальной патологией. Среди новых методов воздействия и оперативного вмешательства я могу отметить наличие у нас лазерного, так скажем, операции на венах, используемого лазерного оборудования. То есть когда, так скажем, брюкозные вены удаляются не в полном объеме, а часть вен просто-напросто закрывается с помощью лазера. Это очень модное направление. Очень много платных клиник у нас в Рязани существует, и они выполняют это вмешательство. У нас это вмешательство тоже выполняется. Мы вот сейчас это совершенствуем, пытаемся довести эту операцию до автоматизма, до ампулатурного какого-то вида. Но все пока, так скажем, в процессе, и если бы мы были платной структурой и, так скажем, имели бы какие-то иные источники финансирования, я думаю, что этот процесс прошел бы быстрее. Но мы, к сожалению, в рамках финансирования Рязанского фонда медицинского страхования, поэтому все идет полномерно, потихоньку, но идет. И это, конечно, тоже очень важно. А вот как, год от года больше, меньше операций? Какая-то статистика есть? Статистика, конечно, несомненно. Люди больше обращаются, меньше, там как-то доверяют, может быть, больше уже, да? Несомненно, статистика есть. И в настоящий момент мы имеем дело с тем, что и количество больных увеличивается. Если мы за тот год пролечили порядка 1600 больных, 1680, если быть так конкретно, да, то в настоящий момент у нас эта цифра уже достигнута на сегодняшний день. То есть еще у нас целый квартал впереди, да, заток начинается. А почему, как вы думаете, так? А почему так? Потому что заболеваемость увеличивается, заболеваемость увеличивается раз. Во-вторых, больше народу стало обращать внимание на свои какие-то проблемы. Я хочу отметить, что если атеросклероз – это, так скажем, заболевание в основном мужчин, мужчин, которые курят, да, системно, там, еще какие-то есть факторы, которые способствуют и ухудшают течение этого заболевания, то варикозная болезнь – это, в принципе, на нее обращают внимание женщины, женщины, молодые девушки. То есть они больше обращают на это внимание, больше об этом заботятся. И на настоящий момент, вот я еще хочу повторить, что варикозная болезнь – это такая косметическая проблема. То есть они приходят, и люди уже заинтересованы в том, чтобы их там в основном ноги не болели, не свадили. Чтобы они красивые. А чтобы были красивые ноги. Вот это тоже, так скажем, фактор, который способствует более такой, лучшей обращаемости к врачам. Еще я хочу вас напомнить, что мы единственное отделение в области, и поэтому мы, как конечная инстанция, в ответе за все, что творится у нас в сосудистой хирургии в области. То есть все вопросы мы решаем у себя. Это, конечно, очень удобно, потому что у нас и обратная связь с больными существует. То есть любой больной, который мы прооперировали у себя в отделении, с чем бы он ни был, с фарикозной болезнью, с атеросклерозом, когда выполняются в асфотекологичные и большие вмешательства. То есть мы его потом наблюдаем, и у нас вот эта вот обратная связь существует. Ведь не все, конечно, больные компоненты, как сейчас можно говорить по иностранным терминам. Но многие обращаются, поезжают, и как бы мы их потом наблюдаем, прокапываем. То есть как бы у нас существует система. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. А нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Сергей Грязнов, заведующий отделением сосудистой хирургии областного клинического кардиологического диспансера, кандидат медицинских наук. Это программа «Семь минут». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!